Приветствую вас, друзья! С вами Лебедев Артём. Сегодня мы рассмотрим аккумуляторную отвертку Bosch Go 2. Перед тем, как снимать обзоры этой отвертки, я поработал в течение месяца, и у меня сложилось некоторое мнение, впечатление о ней. Увидел плюсы и минусы, которые я сегодня вам покажу. Работал я в различных ситуациях. Сегодня будем также пробовать её в разных ситуациях, в тех же которых работал. Сразу я не стал их снимать, показывать, даже как она себя поведёт, неизвестно. Покажу, в которых ситуациях она показала себя отлично и в которых не очень. Для начала начнём с технических характеристик, но технические характеристики я буду показывать своими измерениями, не с бумажки. С бумажки вы можете посмотреть вольтаж, там 3,6 вольт, литий-ионная батарея. Это всё можно посмотреть по ссылке в описании под видео, там же и стоимость актуальную на сегодняшний день тоже увидите. Итак, начнём с того, что измеряем количество оборотов на шпинделе. Индикатор показывает то, что у нас отвертка заряжена. Если бы отвертка была разряжена, индикатор бы мигал. Да, лампочка здесь одна, нет никаких тройных делений и прочего. Чисто светится, либо мигает. Итак, видим, на закручивание 320 оборотов в минуту, на откручивание. Почти такой же результат, 318 оборотов в минуту. Из кнопок, как увидели, кнопка пуска, отвертка запускается нажатием. В центральном положении отвертка блокируется. Итак, мы получили 320 оборотов в минуту фактически на шпинделе на холостом ходу. Теперь проверим крутящий момент. Хочу обратить ваше внимание, что теперь здесь помимо электронной ограничивающей муфты, муфта, которая ограничивает крутящий момент, здесь есть ещё и механическая муфта. Реверс на закручивание, момент затяжки на единицу. Смотрим. Это приблизительный показатель, но всё равно мы уже видим, что муфта довольно чувствительная, мелкий крепеж она заворачивать, по идее, должна. Сейчас мы обязательно это проверим. Но обратите внимание, как работает именно электронная вместе с механической муфтой. Вот, смотрите, сейчас я включил момент затяжки на единицу. И она работает и работает. На третий. Оп, и всё, выключилось. Я продолжаю нажимать. Такая работа мне напоминает более продвинутые такие шуруповёрты от Bosch GSR18V85C. Там, где от первого щелчка срабатывает, только трещотка сработала и сразу же выключается. Но там немного систем работает по-другому, но всё же немного напоминает. Друзья, минуточку внимания. В этом видеоролике проводится розыгрыш. Разыгрывать будем комплект от Bosch, а именно бейсболка, рюкзак и внешний аккумулятор. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно написать в комментарии, как бы вы использовали Bosch Go 2. Может быть, как-то креативно. Потом мы выберем самый прикольный, самый креативный вариант и отправим приз победителю. Результаты конкурса будут в описании под видео ровно через неделю. Не забудьте быть подписанным на канал всеинструмент.ру. Это одно из условий. А пальцы вверх-вниз это уже по желанию, как поставите. Написать комментарий с креативным использованием и быть подписанным на канал всеинструмент.ру. И, возможно, именно ваш комментарий и будет победителем, и мы отправим вам приз. Если вы увидели себя в списке, ну как в списке победитель будет один в этот раз. Если вы увидели, что победитель именно вы, то отправьте нам на нашу почту видео собаковсеинструмент.ру. Ваши координаты. Мы с вами свяжемся. Сейчас рассмотрим механическую муфту наглядно. Будем закручивать различные шурупы всяких разных размеров, лесенкой. Но для начала хочу отметить то, что по эргономике она действительно удобная. Лежит в руке здорово. Вот эти все детали части черного цвета, они прорезинены. Это такая резиновая накладка. Лежит все здорово удобно. Из минусов то, что здесь нет колпачка для зарядки. Да, конечно, это минус в том, что в том плане, что здесь будет налетать туда грязь. И для USB входа это не очень хорошо. Еще один такой минус. В эргономике-то все здорово. Но обратите внимание, вот обычная отвертка, большинство отверток сделано с небольшими гранями. Для того, чтобы ты положил, и она остановилась. Даже если мы ее чуть сильнее катнем, она останавливается. Здесь же, когда я занимался, я инструмент раскручиваю. Раз редуктор или что-нибудь начнет, я ее кладу и... В комплекте поставляются биты Philips 1 и Philips 2. Единственный вопрос у меня был только, почему импакт? Потому что импактовские биты с обычными шуруповертами, отвертками, они работают хуже, чем именно с ударными. Ну, ладненько положили, биты вполне хорошие. Сейчас будем использовать PZ-1. Если быть более правильным, PZ-Drive 1. Так, биты-держатель. Не сказать, что очень-очень сильно держит. Вот так. Бит-держатель обычный, с магнитом. Никакого фиксатора нет. Шурупы размером 10 миллиметров в длину, толщина 2,8. И здесь нам может сыграть роль кнопка, потому что мелочь такую, когда у нас все отлично подходит, бита целая, то здесь все прекрасно. Мы можем нажимать и закручивать. Если у нас саморез в биту ложится не очень удобно, то здесь можно кнопочкой потихоньку. Как видите, еще даже не до конца утопили. Давайте посмотрим еще третью ступень на мини-саморезах. MDF, конечно, материал плотный, но все же. Так, четвертая ступень. На четвертой ступени был проворот. Самая главная фишка кнопки, во-первых, когда мы работаем с выкручиванием. Например, той же мелочи, особенно в пластике. Если нет кнопки, нам нужно и нажимать, и крутить, и, как видите, раздалбливается отверстие. В случае с инструментом, если мы отверстие даже чуть-чуть рассверливаем, это не очень хорошо. Здесь же мелочь отлично крутится. Теперь саморез 4х16 прикрутим в мебельную петлю к ЛДСП 16 мм. Момент затяжки на 2. Закрутил самый аккуратный. Не провернул, не прокрутил. Можно даже на третий режим попробовать. Если рассматривать эту отвертку для электрики, то, ну, закрутить где-то подрозетник по краям, возможно. Где-то что-то, мелочь какую-то прокрутить здесь на столе. Но когда мы работаем в электрощите, то ей работать уже нельзя. Она не диэлектрическая. Очень жаль, конечно, с механической муфтой было бы вообще, кстати, вообще самое то было бы. Но всё же, с электрикой работать нельзя, но она очень классно себя показала при разборке электроинструмента, когда нужно деликатно что-то откручивать. Опять же, кнопка выручает. Если бы было без кнопки, было бы приблизительно вот так. И вот это вот в конце момент, когда уже он выходит, вот это вот не очень хорошо. С кнопкой же дела обстоят совсем по-другому. Поставили и столько, сколько нам надо, выкрутили. Никаких проблем. Вот это, конечно, здорово. Да и при закручивании, когда мы особенно мелочь какую-то закручиваем, если даже вот сейчас взять такую ситуацию, нет у нас кнопки, ну, можно, конечно, сначала подкрутить, потом закручивать, но всё же, всё равно с кнопкой гораздо удобнее. В плане сборки тоже мебели, допустим, ну, если мы берём её домой, как универсальный инструмент, ребёнку игрушки починить, где-то свою игрушку какую починить, или, например, тумбочку собрать. Тумбочку собрать мы сейчас попробуем. Давайте соберём её. Сразу хочу сказать, она, отвертка, всё же предназначена большого для таких задач. Можно, конечно, закрутить, попробовать и большой саморез. Ради интереса в самом конце я позакручиваю разные саморезы в древесину хвойных пород, но нужно понимать, что это отвертка, и предназначения у неё немного другие. Она будет идти в перегрузку с большими винтами, перегреваться и быстро высаживаться, быстро разряжаться. Ничего хорошего, короче, не будет. Мелочь крутить она предназначена отлично, приспособлена для того, чтобы крутить мелочь. По тому, что мы сейчас будем собирать тумбочку, сразу скажу, я уже собирал мебель, пробовал, и тут такой момент, что здесь нет вентиляции. Она очень быстро перегревается, ну, и опять же подтверждает тот факт, что она предназначена для мелочи, для чего-то чувствительного. Но всё же собрать мебель ей можно. Единственная небольшая поправочка, тумбы я делал из обрезков, поэтому цвета могут быть немного разные, но суть не в этом. Собираем тумбочку. Опять же, чтобы не мучить инструмент, если вдруг вам нужно собрать мебель, здесь есть прекрасная функция блокировка шпинделя, при помощи неё мы можем спокойно дотягивать крепёж. Опять же, не переусердствуем, но всё же. Блокировка шпинделя здесь очень сильно выручает, и тормоз двигателя тоже. Если работа не на заблокированной муфте, конфирмат затягивается не до конца, но опять же, можно докрутить при помощи блокировки шпинделя. Теперь прикрутим направляйки. Прикручивать я буду их саморезами 3,5 на 16. Теперь HDF прибивать к гвоздям не буду, прикручу. Хотя на маленькую тумбу можно и прибить специализированными гвоздиками, с насечками. Ну, ладно. Оп, слишком много. На двоечку поставлю. В таком случае кнопкой работать очень удобно. Мы и давим здесь, и кнопка как раз под палец. Все, отлично. Ящик готов. Теперь прикрутим ответные направляйки. Опять же, выручает блокировка шпинделя. Например, у меня направляйка слегка съехала. Взяли, поправили. И уже точно-точно аккуратненько выставили и затянули. Верхнюю крышку я посадил на эксцентрике. Да, конечно, большую, крупную биту держит не очень. Если поставить маленькую, она не так сильно вылетает. Просто маленькой шестигранной у меня сейчас нет под рукой. Стоит отметить то, что все тесты, которые я сейчас проводил, и собираю я тумбочку, все это на одном заряде, заодно посмотрим, хватит мне ее или нет. Есть что? Поставлю на зарядку. Все отлично. Теперь вставляем ящик. Прикручиваем петли к фасаду. Дополнительный фасад. Заодно сейчас попробуем просверлить отверстие. Лайфхак для начинающих мебельщиков. Для того, чтобы у вас петли не были сикась-накась, берем ровную поверхность. Бэкс. Все. У нас все четенько и ровненько. Теперь возьмем сверло в диаметре 5 мм под шестигранник хекс. 1,4 дюйма. Все подходит. Все прекрасно. Наметились. Все. Наметились. Пробуем просверлить. Да, выров с той стороны, скорее всего, будет приличный. Так что аккуратно. На выходе нажимаем на кнопку, а не давим. Не, вполне в порядке. Все, я сейчас покажу. Выров есть, но он не столь большой. Сейчас мы шайбочкой все закроем. И еще момент, то что она все же компактная. И даже в 300 ящик по габаритам, это по внешним габаритам, внутреннее расстояние 268 мм. Она заходит спокойно. Можем работать с крепежом. Настраиваем фасад. Все отлично. И теперь можем проводить регулировку, настройку. Отвертка нам позволяет. Выключаем ее. В заблокированном режиме оставляем. И крутим. Если шуруповертом это делать, во-первых, будет неудобно. Если включенным шуруповертом, можно так провернуть, что от петли ничего не останется. От регулировки не хорошее дело шуруповертом крутить такие важные моменты. Если работать умеренно, то и мебель можно собирать спокойно. Но, опять же, если много конфирматоров, то нужно будет остывать ей давать. Сейчас я покажу, насколько она может перегреться. Я буду закручивать здоровенные саморезы. Заодно посмотрим, вообще, что она сможет закрутить. Сейчас ПЗ-3 сюда поставлю и будем в столб мой сосновый крутить. Но это ладненько. Сейчас подводим итоги именно по отвертке. Как вы видели, идеально она подходит для того, чтобы раскручивать различный инструмент. Я просто не знаю, куда-то его положил. Думал, он у меня здесь под ногами лежит. Нет, я его куда-то унес. Раскручивать инструмент замечательно. Кнопка выручает как в закручивании, так и в выкручивании. Особенно при работе с мелочью. Да и в некоторых ситуациях. Блокировка шпинделя, тормоз двигателя. Да, для профессионалов она отлично подойдет. Например, те, кто инструмент разбирает. Но для частного пользователя она тоже вполне подойдет. Как увидели, мебель собираем. И еще. Очень хороший подарок. В плане этого Бош позаботились. Мне этот момент очень понравился. Я не стал сначала распаковку делать. Но приходит это все дело вот в таком виде. Вот так у нас коробочка. Красивенько все лежит. Ну, вроде бы так. Я сейчас уже даже не помню. Здесь комплект из двух бит. Вот там внутри зарядничек. Ну, как зарядничек? Провод. Зарядки в комплекте нет. Чисто провод USB-шный. Выглядит здорово. По ценнику она не сильно дорогая. Как я уже говорил, актуальная стоимость будет по ссылке в описании под видео. Но все же здорово же подарить вот так вот. Пусть даже супругу, мужу, если не знает, чего подарить. Или парню кто-то там, девушку хочет подарить. Вот, отличный подарок. Всегда загодится. Всегда нужно будет где-то что-нибудь подкрутить. Да и вообще просто приятно получить. Открываешь. Так все вообще красивенько здесь. И кейсик. Ну, по кейсу я бы не сказал, что тут супер-пупер-мега. Такой пластиковый весь. Здесь петли. Петли не на шарнирах, а чисто так на пластике. Ну, будет и будет служить. Все, закрыли. Все здорово. Сам вот этот вау-эффект, как говорится, он есть. И это приятно. О, здесь, кстати говоря, еще инструкция. На этом этот обзор подошел к концу. Не забывайте участвовать в конкурсе. Пишите в комментариях, любое какое применение может быть интересное, забавное, прикольное этому инструменту вы придумаете. И пишите еще дополнительно, интересно ли, например, ее разыграть в том же самом конкурсе. Но это будет в дальнейшем, потому что именно с этой отверткой я сейчас немного буду жестко, жестко с ней буду обращаться. И, возможно, она сгорит. Такой небольшой будет краш-тест. Позакручиваем огромные саморезы. Попадает она у нас. Всякое-всякое с ней произойдет. Сейчас поэтому ее и не разыгрываем. Разыгрываем сегодня бейсболка, рюкзак и внешний аккумулятор. Все. На этом обзор подошел к концу. Смотрим, пишем, ставим пальцы вверх. Это по желанию. Подписывайтесь на канал всеинструмент.ру. Это обязательно. И до скорых встреч. Саморез 6 на 100 мм. С предварительным засверливанием. Но не на всю глубину. Такой крепеж, ну и понятно, что для этой отвертки совершенно не подходит. Давайте попробуем более реальный. Четыре с половиной на 35 мм. Мигает индикатор. Но для разряда батарейки это слишком рано. Индикатор мигает, предупреждает нас. Прогрев приличный. Как раз там, где установлен двигатель. Оно и понятно. Как видите, температура растет. Корпус прогревается. Потому что внутри сам двигатель, судя по всему, нагрелся гораздо сильнее. Следующий хард-тест касается блокировки шпинделя. Насколько я смогу выкрутить и не сломается ли сама блокировка. Смотрим. Оп, проскакивает. Так. На 19 ньютонах проскакивает блокировка шпинделя. Захрустело все. Ну, все работает. Ну, а теперь финальная часть краш-теста. Падение с высоты 2,5 метра на бетон. Падать будет битодержателем вниз, задней частью и боковой. Пробуем. Три падения. Сначала падение битодержателем вниз. Падение. Все прекрасно работает. Ничего никуда не отвалилось. Теперь падение задней частью. Вот теперь что-то там. Произошло. Не работает. Как будто заело кнопку включения. А! Вот что заело. Не нажимается концевик больше. Его туда протолкнуло. Попробую вытащить. О! Все! Отщелкнулся. Все, отлично. Просто когда падало, концевик туда закис. И не нажимался. Я его взял, вытащил. И все прекрасно. Упало на заднюю часть. Здесь вот видно. Немного покоцалось. А так все в порядке. Батарея уже разряжена. Все работает. После двух падений. Теперь падение на органы управления. Упало жестко. Прямо об край бетона. С виду все в порядке. Нигде ничего даже не покоцалось. Три раза падало. Я кнопку нажал. И все работает. Электроника. Все. Отлично. Даже после таких жестких тестов, краш-тестов, все работает. Все прекрасно. Защита сработала. Краш-тесты, нападения. Отработал корпус. Отработал вся механика. Все отработало. Отлично. Нигде ничего не лопнуло, не треснуло, не заклинило. Как мы увидели, сначала я перепугался. Я думаю, все, сломалась. Она включилась. И во включенном режиме осталось работать. Потому что слегка где-то подклинил шпиндель. Но все отлично. Все работает. Все функционирует. Ну что сказать. Хороший инструмент.